Успеют ли в срок в Якутии завершить программу переселения из аварийного жилья? Этот вопрос обсудил глава республики Егор Борисов совместно с руководителями фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и Константином Цыцыным. Встречу провели в Нерюнгринском районе в минувшую среду и в качестве места встречи его выбрали не случайно, ведь один из самых крупных объемов аварийного жилья по республике приходится именно на него. В целом по республике на начало программы предстояло расселить свыше тысячи аварийных помещений общей площадью порядка 490 тысяч квадратных метров. Вместе с тем Якутия один из немногих регионов страны, который предельно честно заявил об объемах аварийного жилфонда и несмотря на сложные условия успешно справляется с поставленными задачами. Об этом сказал руководитель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин. Также в рамках визита в Южную Якутию Егор Борисов побывал на строительных объектах в поселках Серебряный Бор, Чульман и городе Нерюнгре, а также встретился с жильцами уже построенных по программе домов. Как идет переселение в Южную Якутию и какие итоги подвели, знает Серглана Захарова. В Нерюнгринском районе самый крупный объем аварийного жилфонда. В самом начале программы республике и муниципалитету предстояло переселить порядка 9 тысяч человек из больше чем 3,5 тысяч аварийных помещений. Именно поэтому для обсуждения хода реализации программы выбрали его центр город Нерюнгре. В городе Нерюнгре по программе переселения к 2012 году в реестр был внесен 91 аварийный дом общей площадью больше 70 тысяч квадратных метров. Строительство идет полным ходом и каждый этап переселения выполняется на 100% в срок. Этап 2016 года выполнен чуть больше чем наполовину. Здесь в микрорайоне Сосновый должны построить еще 5 многоквартирных домов до закрытия программы. В них переедут 280 человек. Сегодня в микрорайоне уже живут люди. Три дома ввели в эксплуатацию еще в 2015-2016 годах. Глава республики Егор Борисов вместе с руководителем наблюдательного совета фотосидейства и реформирования ЖКХ Сергеем Степашиным побывали в одной из квартир и встретились с их жильцами. Уже в завершении своей поездки, подводя итоги дня, Сергей Степашин упомянул этот визит в ответе на вопрос о качестве строительства. Я вам скажу, что это очень прилично. И тепло, хорошая архитектура, очень удобные дома, жалоб не было у людей. И вы знаете, очень приятно, что тема энергосбережения здесь не пустой. Егор Баначич не сказал об этом на совещании. Так и надо строить. Хватит строить новые хрущевки, чтобы потом их сносить, как в Москве сейчас. Что касается энергосбережения. На совещании не раз отметили успешный опыт республики в строительстве умных домов. Целый микрорайон возвели в поселке Жатай. Все 10 домов в нем по программе переселения жителей из аварийного жилья. Якутия стала одной из немногих регионов страны, которая вместе с улучшением жилищных условий позволила жителям сэкономить на коммунальных платежах. Говоря о качестве, Егор Борисов побывал в семье Черепиных в поселке Чурман. Они переехали в новый дом в прошлом году. Впервые, как рассказывает мама двоих маленьких детей Людмила, зима прошла без болезней и затрат на лекарства. Не то что забыли, просто вот каким ужасом. С кошмаром. С кошмаром. Просто вот сейчас в данный момент, да, вот мы когда-то перестали просто болеть, мы начали задыхаться. Я только-только-только уже начала отходить, потому что от греха просто начали все грусти. И вправду, условия, в которых жила семья раньше, кроме как нечеловеческими, не назовешь. Старая двухэтажка находится в нескольких километрах от поселка. Раньше здесь жили работники ГРЭС и строители БАМа. Но со временем процветающий микрорайон начал приходить запустение. Состояние домов ухудшалось. Бывало, что зимой в квартире стояла минусовая температура, а Новый год семьи встречали в теплых куртках. Но самое главное – подкосилось здоровье молодой женщины и не от холода. До сих пор сквом в горле она рассказывает, как в один день обычная прогулка с ребенком обернулась для нее месяцами лечения и годами обследований в больницах. Я с маленьким ребенком, с садика, не с садика, на руках, по этим лестничным проходила, несколько раз падала. Раздавила себе межпозвоночный диск. Потом от нагрузки работы у меня появились две грыжи. Последний 2015 год мы уже ходили в администрацию, с большими слезами, уже плакали. Потому что мы эту зиму не продержимся, не пролетаемся. Сегодня Людмила вспоминает это время как страшный сон. И не скрывая эмоций, благодарит руководство как муниципалитета, так и республики за новый этап жизни. Спасибо, что у нас глава, он контролировал. Ну, конечно, Борис Фигуров Анасич тоже у нас контролировал, как бы по жесткому направлению. В целом в Чурмане за время программы новые квартиры получили уже больше 900 человек. Осталось обеспечить жильем еще порядка 450. Для них дома строят компании «Альянсы» и «Орионстрой плюс». С ходом строительства ознакомился глава республики в рамках своей поездки. Нет, проблем нет. Деньги есть. Как у начальника участка проблем нет. Есть материал, есть рабочая сила, есть техника. Для меня на данном этапе все нормально. В соседнем поселке Серебряный Бор ввели в рамках программы 6 домов. 18 строятся, работа идет. Но уже сегодня можно сказать, что 6 домов, скорее всего, достроить в срок так и не успеют. Они все должны в первом сентябре быть. В первом сентябре, да. Вчера жрятся, что в первом сентябре. В отношении директора компании главного застройщика поселка ООО «Рост» Алексея Буракова уже предприняли меры. Егор Борисов включил строителя в список недобросовестных застройщиков и подрядчиков, сорвавших сроки программы переселения. А также отметил, что директор стоит первым в списке прокурорских проверок. Отметим, что в Нерюнгре программа переселения реализует сразу тремя способами. Строительство новых домов, выкуп помещений на вторичном рынке и выплата компенсации. Вторичное жилье ни в чем не уступает первичке. Доказательство тому, первый дом в стране, который теперь имеет знак дома образцового содержания, сразу двух уровней – республиканского и федерального. На церемонии вручения таблички, подтверждающей статус, Сергей Степашин, упоминая о главной цели своего визита, отметил, Якутия – одна из немногих регионов, предельно честно заявившая об объемах аварийного жилфонда. Кстати, я должен сказать большое спасибо руководству Якутии за то, что это один из немногих регионов нашей страны, который честно показал практически то, что было выявлено в качестве аварийного жилфонда на январь 2012 года. Поэтому, конечно, программу продолжать будем. Недавно об этом сказал наш президент. Люди должны жить в достойных условиях. На самом деле, совсем недавно Владимир Путин на заседании госсовета поручил правительству государства разработать новые механизмы программы переселения, которые будут работать на территории страны уже в постоянном режиме. Также он напомнил, что в погоне за количеством нельзя пренебрегать качеством строительства. Поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. Работа в этом направлении с Якутии уже началась. На совещании Егор Борисов внес предложение использовать опыт республики по строительству энергоэффективных домов. В свою очередь, оно нашло отзыв у фонда, и теперь вполне возможно, что его внесут на рассмотрение следующего заседания госсовета. В целом, разговор прошел в позитивной атмосфере, и в завершении Сергей Степашин подытожил, что республика успешно справляется с поставленными задачами. Это один из самых больших показателей в нашей стране. А с учетом условностей климата, вечной мерзлоты, завоза материалов, стоимости, я считаю, это очень хороший показатель. Кстати, об этом я проинформировал и Владимир Владимирович. Мы же раньше как занимались? В основном жилье строили благоустроенные в Якутии, промышленные центры. Но нигде в сельской местности. А сегодня мы охватили всю территорию Якутии. Это люди на себе чувствуют. Вот этого нельзя остановить. Поэтому мы, республика, сегодня занимаем позицию такую, что эту программу надо продолжить. Сегодня предварительные итоги можно подвести следующим образом. В республике программа реализуется в 43 муниципальных образованиях. Исполнение на текущее время составляет больше 70% плана. Построено 8 тысяч домов общей площадью в 345 тысяч квадратных метров. Новое жилье получили больше 20 тысяч человек. В том числе построены 237 многоквартирных домов, а также 115 тысяч квадратных метров жилья выкуплены на вторичном рынке. 12 муниципальных образований уже полностью закрыли программу и обеспечили новым жильем переселенцев первой волны переселения. Саргалана Захарова, Вадим Барашков, Якутия. День за днем.